Армяне славятся своим умением уныло плакаться, жаловаться и роптать на несправедливость по отношению к себе. Вот и сейчас они обзавелись новым поводом и носятся с ним, в поисках самого видного и почетного места, куда его можно было бы установить, а затем любоваться на него и причитать день и ночь, регулярно оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться в реакции публики. Новая тема, касается российского нетолерантного отношения к несчастным и оскорбленным армянам. Армянские СМИ вопят от боли и плюются ядом, а причиной тому стало увольнение армянских водителей, развернувших деятельность на территории Российской Федерации. Вот уже несколько дней армяне-великомученики вновь бьют тревогу по поводу проблем. В частности, по их словам, конкретно в городе Москве уже несколько дней служба такси Яндекс отключила армянских водителей от своей системы, и они просто не могут принимать и обслуживать заказы. По словам страдальцев, есть водители, которые пока не отключены от системы, однако постепенно все идет к повсеместному отключению. Согласитесь, их уверенность в собственной ненужности впечатляет. Кроме того, со стороны Дорожной полиции Российской Федерации, начиная с февраля-марта, армянские водители штрафуются, а их машины перевозятся на штрафную площадку. А штрафы велики, уверяют они. Какая наглость, как посмели тронуть многострадальных армян. Армяне мастерски причитают. Постигая высшую ступень морального уродства и разложения. Дело в том, что с 1 июля 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон о безопасности дорожного движения, в соответствии с которым запрещено принимать на работу граждан с иностранными водительскими правами. Внесенные в закон изменения, в первую очередь распространяются на граждан, которые считаются водителями общественного транспорта и такси. Вот и все. И это касается не именно армян, а всех тех, кто не имеет соответствующего документа. Но армяне не унимались и вопили, в результате этого дискриминационного подхода к нам армянам, сотни армянских водителей остались без работы. По словам армян-водителей, эти изменения имели исключительно политический подтекст, иначе Армения, граждане Армении, работающие в Российской Федерации, не оказались бы в таком невыгодном положении. Ни для кого не секрет, что большинство граждан Армении уезжают из страны в поисках заработка, а то и лучшей жизни, чего греха таить. Зачастую основным направлением беглецов-патриотов является Россия. Здесь тоже никаких тайн нет. Несмотря на ряд последних событий, произошедших в российско-армянских отношениях, в том числе и резких выпадов армян в сторону кормилицы всей Армении, они еще остаются недовольными, отношением к себе любимым. Армяне тащат за собой во все структуры, своих родственников и соседей. Кумоство – это то, чем руководствуются армяне при приеме на работу. Армения – моноэтническое государство, жители которого вопят по национальному вопросу, вольготно проживая веками в других странах. Когда дело коснулось их самих, то, видите ли, это проявление несправедливости. Может за счет этих армян таксистов, которые будут вынуждены вернуться в любимую солнечную Армению, Пашинян сумеет вылезть из глубокого демографического кризиса.